В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 28 февраля 2018 года среда. 39 день месяца вьюг и стужа, 7526 лета шестится. И по одному из старинных календарей мы начинаем живой эфир, посвященный теме уроки мудрости, урок третий, лад и мера. Сказительница у нас сегодня, как и прежде, по этой теме Марина Макарова. Здравия тебе, Марина! Здравия, Алексей! Здравия всем слушателям! Ну что ж, сразу и приступим, наверное, чтобы не тянуть вала за хвост. Приступаем! Давай, рассказывай подготовленную тему, а потом, как всегда, после отбивочкой мы с тобой ко второй части перейдем и пообщаемся уже с слушателями и зрителями. Так что, друзья мои, готовьте, пожалуйста, вопросы по теме. Не просто так, а давай-ка я что-нибудь спрошу. Нет, вот давайте по теме, лад и мера. Приступай! В предыдущих беседах мы с вами разбирали основу мира три единства, ставшие основой всего сущего. Напомню его состав. Тьма, Великая Ма, потенциал всего сущего, находящаяся в неорганизованном движении, бесцельном. Род-дух, чистое сознание, силой мысли, определившей путь и направление потока жизни. Природа, результат взаимодействия Великой Ма и Рода Духа, колыбель и вместилище всех форм жизни. Сегодня в нашей беседе мы рассмотрим это три единства в действии. И чтобы прикоснуться к первоисточнику и понять, как правильно выстраиваются отношения взаимодействия, результативного движения и развития. Потому что тут мы действуем по принципу подобия, что наверху, то и внизу. И, соответственно, если мы проходим в ситуацию из начала, то мы имеем возможность прикоснуться к каким-то базовым, неискажённым принципам, которые будут транслироваться в нашу жизнь. Начнём с определения самого слова. Родной язык донёс до нас несколько уровней смысла этого слова. Сейчас мы говорим про слово «лат». Прежде всего, «лат» — это согласие, мир, порядок. Ладить с кем-то, жить мирно. Это самое доступное понимание на сегодняшний день, самое быстрое, что приходит на ум. Второй вариант этого слова — образец, способ на другой «лат» сделать что-нибудь. Или же какой-то успешный процесс. Дело на «лат» пошло. Кроме этого, «лат» прочно увязан с музыкой и музыкальными инструментами, как ни странно. Строй музыкального созвучия, тоже называется «лат». Поперечное деление на грифах струнных инструментов, также «лат». Клавиши гармоники или духовых инструментов — это всё «лат». Кроме того, производная от «лат» — «латить», «латиться» означает приводить что-то в готовность. Там сани, инструмент. Следующий смысл «латить», «латиться» — это предполагать или намереваться что-то сделать. «Ладил в город ехать» — есть такое. В речи мы иногда ещё упоминаем такое выражение, как «латит одно и то же» или «заладил». То есть настойчиво повторяет что-то. Во всех случаях мы видим отображение процесса взаимодействия, причём позитивного и достаточно гармоничного характера. Можно сказать, что в общем смысле это слово означает «уровень равновесия систем». В данном случае под «системой» мы подразумеваем человека. Итак, уровень равновесия систем при взаимодействии друг с другом. Тут нужно заметить, что равновесие — это не статическое, а динамическое, ведь это описание процесса. Вот динамическое равновесие, как это понять? С одной стороны, динамика — это изменение, подвижность. С другой — равновесие — это статика, покой и стабильность, неподвижность. Прямое противоречие смыслу. Но рассмотрев процесс, как взаимодействие нескольких элементов, мы поймём, как это происходит. Взаимодействие элементов создаёт систему, а задача системы — сохранять стабильность и продолжать существование. Сами же эти элементы могут и чаще всего должны развиваться, то есть изменяться. А поскольку элементов в системе больше одного, то изменения одного могут компенсироваться изменениями другого или других, если взаимодействует несколько элементов. Вот именно в этом случае во взаимном изменении качеств элементов и сохраняется стабильность всей системы в целом. Таким образом, если подытожить вот эту выкладку, то можно сказать, что лад — это изменения, позволяющие сохранить стабильность. Все эти описания относятся к повседневной земной жизни. И мы смело можем сказать, что это описание горизонтального уровня взаимодействия, материального, цикличного процесса жизни. Можно сравнить его с движением по кругу. В этом процессе всегда участвуют противоположные силы — это условия стабильности системы. Что это за силы? Это силы созидания и разрушений. Вот тут мы уже выходим за рамки обыденности и начинаем рассматривать лад с точки зрения мироустройства. А там, как мы уже выяснили, происходит процесс линейный. Действие рода прародителя запустило поток жизни. Сохранение этого потока — ещё одна задача лада. Направление потока жизни задано коном. Мы это тоже проговаривали в прошлый раз, но напомню. Кон — это первоправило. Это условия существования и действия этой системы. Кроме того, кон — это горняя и вышняя правда в явленных мирах. Род определяет кон как предел ограничения направления движения в берегах. Через усилия рода энергия ма, бесструктурная и хаотичная, структурируется и становится живой и силой. Сохранение заданности процесса изменений в соответствии с высшим смыслом. Другая сторона — проявление лада. И тут мы снова наблюдаем взаимодействие подвижности и стабильности. Только на этот раз стабильность позволяет происходить изменениям. Мы обнаружили два процесса, относящихся к правилам КОНа и к мироустройству. Первый процесс — это движение по кругу в горизонте. Баланс сил, созидания и разрушения. Второй процесс — линейное движение по вертикали. Сохранение потока в берегах высшего смысла. Можно предположить, что сложение или лад вот этих двух типов движения даст нам третий, качественно отличающийся от исходных. Действительно, так и есть. Третий процесс — это спираль развития. То есть, когда мы накладываем движение по кругу, по сути, бессмысленное и бесконечное, на линейное, целенаправленное движение, мы получаем третий вид движения в виде спирали. И именно вот это движение — это стабильное движение, позволяющее происходить изменениям в русле высшего смысла. Вот именно это проявление лада утверждает правила удержания процессов в КОНе и из КОНи. То есть, наложение двух направлений движения, двух типов движения. Мы находимся в каком-то циклическом процессе движения по кругу, и одновременно у нашего движения должна быть какая-то целевая установка. Только в этом случае происходит изменение. Правило удержания процессов в КОНе звучит как для всего творения КОН един, он — основа творения. Один из высших принципов правил КОНа, удерживающий мир от разрушения, это «вышняя правда». Вышняя правда звучит следующим образом. «Способствуй жизни и развитию». Таким образом, лад — это правило, сохраняющее стабильность и при этом позволяющее происходить изменением. Вот я бы предложила такую формулировку для полноты понимания, что есть КОН, что есть ЛАД. Мы с полным основанием можем его назвать одним из правил КОНа, поскольку именно вот это правило ЛАД является условием сохранения системы Всемирия. То есть мы с вами потихонечку начинаем разбираться с теми элементами КОНа, которые, собственно, и являются правилами нашего мира. Вот ЛАД как таковой — это часть КОНа, это правило. Повторяю, это правило заключается в том, что необходимо сохранять стабильность, но стабильность такую, которая позволяет происходить изменения. И тут интересно понять, а, собственно, а как это правило работает. Мы рассмотрели уже, что ЛАД — это результат процесса взаимодействия. А в прошлой беседе мы с вами выяснили, что мир как единая система взаимосвязан единством свойств и взаимодействует через эфир. По сути, эфир — это материальное проявление воли рода прародителя, элемент, задающий берега, форму, предел или меру. А вот сейчас мне хотелось бы подробнее рассмотреть, что есть мера. По определению словарей, мера — это единица измерения длины, веса, объёма. Вторая версия — это предел, в котором осуществляется что-либо. Устойчивые выражения — знать меру, чувство меры, высшая мера наказания, без меры, то есть очень сверх меры, то есть слишком в меру как раз и в полной мере, вполне. Ещё одна версия — это средство для осуществления чего-нибудь, мероприятие какое-то, то есть меры предосторожности, решительные меры, нужные меры. Кроме этого, существуют ещё просто устойчивые выражения с этим словом. По крайней мере. По мере того как. По мере сил. По мере приближения. По мере возможности. Чувство меры. Интересно также ещё и производные слова от него. Умеренность, размер, мерило, мерность, смерть. Общей смысловой составляющей этих слов является определение границ, ограничений или условий. То есть именно то, что на сегодня является основной задачей кона, как мы выяснили уже, ибо кон — это условия существования и действия системы. Появление в всем мире — это процесс протекающего времени. Он включает движение сил созидания и разрушения и обретение системой новых качеств. Это правило Кона о движении и развитии. И вот тут рассматривать развитие мы будем через призму качества. Дело в том, что развитие, по сути, это приобретение новых качеств. И, соответственно, эти понятия взаимоувязаны. При достижении полноты, ну то есть определенной меры, свойство переходит в качество. Потому переход к новому качеству всегда лежит через смену меры или мерности. Почему мы говорим о свойствах? В прошлый раз мы уже рассматривали, что свойство — это то, что объединяет всё во всем мире. у каждого явления есть определенный набор свойств. И отличаются все явления количеством этих свойств, то есть мерой. Свойства само по себе всегда имеют количественную характеристику. Вот как отличить свойство от качества? У свойства всегда есть количественная характеристика. Качество её не имеет. И когда свойство набирает полноту, оно становится качественным. Свойство двойственно, то есть имеет полярность или антиподы. Полюса одного свойства схожи по природе своей, но различны по мере. Например, полярные состояния одного свойства — жара или мороз, свет и тьма, жизнь и смерть. Возникновение качества происходит при наборе полноты. Вот как это происходит? Полнота — это наличие обеих полярностей и одного свойства. К примеру, температура — это свойство среды. Достигая предела комфорта человека, она становится качеством. Жара или холод, или мороз. В свою очередь, жара и мороз по отдельности — это тоже свойство. А вместе в определённом балансе, в полноте, они дают уже состояние среды, то есть климат, то есть новое качество. Вот такой ещё интересный пример — размер. Размер — это свойство, но достигая полноты предела своей, то есть меры, он становится конечностью, то есть качеством. Ещё можно рассмотреть такой вот момент, как рост. Рост как процесс. Это свойство. Может быть, маленький рост, быстрый рост, высокий рост, то есть его можно количественно посчитать. Но достигнув предела роста, когда всё, дальше количественные характеристики не меняются, мы получаем качество. Рослый или взрослый. Итак, мера как количество — это горизонт изменений, то есть мы рассматриваем горизонтальную плоскость этого явления, а мера как качество — это вертикаль изменения. То есть у меры есть два проявления — количество и качество. И количество отвечает за измерения, а вот качество отвечает за изменения. И вот тут сразу можно увязать мера — это же предел. Так вот, предел как степень роста работает для количественных параметров, а предел как степень развития работает для качественных параметров. В ситуации взаимодействия полярностей зона их соприкосновения есть проявление лады. Таким образом, взаимосвязаны собственно лад и мера. Их совместное действие проявляет принцип равновесной компенсации, то есть способ удержания основ мира от разрушения. Что такое равновесная компенсация? Когда один объект меняется или производит какие-то действия, необходимо, чтобы произошли какие-то действия, компенсирующие его. Но при этом мы помним, что лад у нас всегда производит позитивные действия. То есть, если рассмотреть, допустим, отношения людей, людей, как это проявится, люди меняются. В течение даже короткого отрезка что-то происходит с характерами, человек развивается, меняются его взгляды, и так или иначе меняются его реакции, меняется его поведение. И вот когда происходит взаимодействие двоих, один человек может быстрее пройти в какие-то изменения, другой может задержаться. И вот эта взаимная компенсация изменений позволит сохранить отношения. Если же компенсации не будет, то отношения будут разрушены. Вернёмся к определению лады и меры. Мы рассмотрели лад через принцип движения, через процесс. Теперь то же самое попробуем сделать и с мерой. Первый процесс у нас был движение по кругу в горизонте, изменение количества. И собственно количество чего изменяется? в первом процессе у нас меняется количество сил в созидании и разрушении. Мы все с вами прекрасно представляем жизненную картинку. То, что постоянно у нас образ перед глазами, это такая борьба добра со злом. Я не сторонник раскрашивать силы, потому потому что бесперспективно. Мы не можем предположить, в какой ситуации добро будет добром, а зло злом, если мы говорим не об абсолютных каких-то вещах. Соответственно, вот это движение по кругу жизни с перераспределением количества сил, там, меры сил между созиданием и разрушением, процесс практически бесконечный. И наблюдать его мы можем очень-очень-очень долго. Почему? Потому что не задан, как мы знаем уже по предыдущей выкладке, процесс развития ситуации. А развитие ситуации задаст нам только второй процесс. Линейное движение по вертикали. То есть качественно изменение потока в берегах высшего смысла. Если у действий не будет обозначено целеполагание, если они не совпадут с какими-то высшими смыслами нашего мира, то вот это кружение по кругу будет долгим, мучительным, практически бесконечным. Да? Да? качественное изменение по вертикали без жизненного цикла, ну, это просто, можно сказать, выход вон. То есть нормальный процесс жизни может сложиться только в том случае, когда у нас в балансе будет оба типа движения. То есть мы будем и балансировать между силами созидания и разрушения, но при этом придадим направленность этому потоку. Третий процесс спираль развития рост количества силы приводит к качественным изменениям параметров системы. Вот тут уже раскладка более интересная, что такое рост количества силы и какие собственно качественные изменения системы нас интересуют. Латы мира в этом смысле как параметр высшего кона выступают и ориентир в этом случае у нас один. Это высшая правда. Мы его озвучили. Способствую жизни и развитию. То есть какой бы процесс не происходил, чтобы ситуация нам не подкидывала. Основной камертон наших действий, основная направляющая линия для того, чтобы уладить ситуацию, для того, чтобы ситуация развивалась в каком-то позитивном векторе, увязана только с реализацией принципа высшей правды. Всегда способствуй жизни и развитию. вот такое правило, такая подсказка, которая достаточно практична, проста и способна направить наши действия практически в любой ситуации. То есть это должно стать нашим маяком, нашим ориентиром в жизни. Живи по правде, и жизнь твоя будет благополучно, в ней будет лад. При соединении процессов лада и меры мы получаем такой вот симбиоз. Рассмотрим уже для системы, для завершения нашего анализа все три процесса уже в комплексе. первый процесс это движение по кругу в горизонте, баланс сил созидания и разрушения с изменением количества в одну или другую сторону. Второй процесс линейное движение по вертикали, сохранение потока в берегах высшего смысла, набором новых качеств. То есть в каждом из случаев мы видим уже взаимное дополнение в процессе лада и меры. Мера ставит какие-то рамки, определяет предел процесса, а лад удерживает систему в балансе и в берегах. И вот собственно результат взаимодействия лада и меры в развивающем в позитивном ключе. Это третий процесс. Это спираль развития. Как будет звучать вот этот процесс? Это направлено изменение количества сил созидания и разрушения. То есть мы в прошлый раз с вами говорили о силах, что такое сила, как с ней выстроить какую-то взаимосвязь, как взаимодействовать с ней. Так вот, мы смотрим теперь следующую ступень. Когда мы осознали и поняли, что силы могут быть нам подвластны, то в процессе жизни именно направленное изменение количества сил приводит к развитию системы в русле высшего смысла. Вещи, казалось бы, простые, но мы не всегда об этом задумываемся. Говоря о том, что мы что-то хотим поменять, не всегда представляем, как это сделать. Вот этот алгоритм даёт нам возможность сложить какую-то правильную схему действия, какую-то последовательность своих действий. В мире у нас получается увязаны понятия качества и количества, и мы можем дать определение самому слову мера. мера это способ упорядочивания мира, предел и возможность развития. Каким образом происходит упорядочивание? Через установку определенных правил, определенных ограничений выстраивания ряда. мера как предел задаёт границы, но одновременно она же задаёт возможность развития. Вот здесь немножко такой сложный смысл, как можно одновременно задать предел и возможность. и тут интересно рассмотреть ещё одну сторону проявления меры, которая у нас не так явно перед глазами, как предел, как размеры и размерности. Где мы можем ещё наблюдать проявление меры? Обращаясь к словарям, мы с вами читали, что мера связана с музыкой, мера связана с ритмом. Вот самое обыденное понимание мерности это ещё ритмичность. Есть такие выражения мерный шаг, мерная речь. Они описывают, как правило, такое неторопливое ритмичное действие. Ритм, колебания, пульсация это всё тоже определяется мерой, так как мера задаёт их предел. В состоянии постоянного движения пульсация или движение тела относительно себя являются основой самодостаточной и саморегулируемой системы. Все явления во всем мире пульсируют, вибрируют, это их общее свойство. Разница их только в том, что делают они это с разной мерой. То есть пульсация каких-то макро микрообъектов будет для нас незаметна в силу того, что наша пульсация гораздо быстрее. А пульсация каких-то микрообъектов можем наблюдать, но опять же наша вибрация будет не совпадать с ней. Вот о чём вот это понимание. это ещё одно направление проявления меры — это мерность. В смысле количественной характеристики мера выступает как размер и размеренность. Мерность в данном случае с пространством мы понимаем как иерархию структуры эфира, которая упоминалась в предыдущей у нас уже беседе, то есть качественное изменение среды. пространство — это место, среда, имеющая меру и мерность. Каждый уровень иерархии состоит из аналогичных по физическим параметрам ячеек, отличающихся мерностью. Ну, такой самый доступный для нас пример отличия мерностей — это устройство Вселенной, самый большой объект — сама Вселенная. Мерность меньше группа галактик, мерность еще меньше галактика, затем созвездия, звездные системы, небесные тела, молекулы, атомы, и мы переходим в микромир. То есть вот это все иллюстрация мерности. Аналогичную картину можно наблюдать в таких явлениях, как звук, свет, время, материя. То есть на каждом уровне мерности проявляется не только количественная характеристика, но и качественная. На каждом уровне действуют свои законы, аналогичные законам другого уровня. Например, закон всемирного притяжения в пределах Солнечной системы и закон кулона на молекулярном уровне. они подобны по смыслу, но отличаются в том смысле, что работают в разных системах, в разных мерностях. Тут мы наблюдаем свойства фрактального подобия, как проявление тоже мерности. Мерности отличаются качествами, то есть мерой своих свойств. отношение разных мерностей называется соразмерностью. Можно сказать, что всё явленное имеет в основе единый порядок и соразмерность. Наш с вами мир занимает свой выделенный диапазон и свою ячейку в этой структуре. Собственно, если говорить о мерности, приближаясь уже к нашей с вами реальной жизни, можно сказать, что мы присутствуем постоянно в каких-то мерностях, но мы не отдаём себе отчёт в этом. Для нас понимание мерности пространства это три направления. Наше пространство трёхмерное. Но объективно в этом можно усомниться. Дело в том, что вот эти мерности, они являются такой интересной структурой, то есть это не пирамида, это скорее матрёшка. И каждая следующая мерность вложена друг в друга, они перетекают, пересекаются, и одномоментно мы можем находиться сразу в разных мерностях. Вопрос только, можем ли мы с ней взаимодействовать. то есть мы находясь в каком-то своём диапазоне, в какой-то своей возможности и способности, воспринимаем мир в соответствии с уровнем вот этих способностей и возможностей. для того, чтобы увидеть, для того, чтобы почувствовать иные мерности, нужно обладать просто свойствами восприятия вот этих иных состояний, иных пространств, иных качеств. в этом смысле мерность это определённый уровень качеств системы или объекта. И вот уровень этих качеств он же тоже определяется мерой, является свойством и соответственно может изменяться. еще один интересный аспект мерности это смерть. То есть это тоже проявление меры и мерности. Само слово несет в себе описание процесса смена меры тела. Ну только ли тело человек это можно так сказать многосоставная живая система. части составляющие это тело это душа, дух, разум и тело. Каждая из этих частей имеет свою мерность и по достижении определенного состояния меняет свое качество. Что это за состояние? Вот какого состояния нужно достичь, чтобы наша мерность поменялась? Мы об этом проговорили немножко раньше. Это полнота. Полнота дает возможность проявиться новому качеству. Разговоров мы иногда упоминаем смерть не как прекращение жизни, но как высшую степень чего-либо. Такие выражения как биться не на жизнь, а насмерть, устал до смерти, смерть как пить хочется или бледен как смерть. То есть это обозначение какой-то высшей степени, предела какого-то. развитие каждой части человеческого существа души, духа, разума, тела до состояния полноты приводит к переходу в иную мерность жизни. Вот что такое мерность жизни? Мы с вами сейчас проговорили мерность на примере глобальных каких-то структур, систем, Вселенная, галактика, планеты. Но объективно фрактальность работает и внутри каждой системы. Поэтому наш мир мы можем рассматривать и в более доступном мелком масштабе, скажем так. Вот смотрите. Если переход в иную мерность происходит по достижению какого-то крайнего состояния, допустим, смотрим полноту. Полнота души что может произвести? Полнота души рождает душевного человека. Что при этом происходит? если в человеке были какие-то качества бесстрастности, безразличия, может быть, даже жестокости, и тут душа раскрылась, и человек стал душевным. Что произошло? Можно сравнить этот процесс со смертью, сменой мерности. То есть человек перешёл фактически в другой мир. Он поменялся, и поменялся мир вокруг него. Полнота духа рождает волевого и целеустремлённого взамен нерешительного и мягкотелого. Это тоже перерождение. Полнота разума приведёт к осознанности вместо безумия. Достижение верхнего предела свойств тела приведёт к рождению богатыря или могучего силача. то есть смерть это не всегда разрушительный процесс. Это процесс трансформации, это процесс перехода, изменения. Но мы уже сказали, что лад и мера имеют полярные состояния, поэтому рассмотрев полноту, можно рассмотреть и противоположный процесс пустоту. Вообще вот это перетекание свойств я бы сравнила такой образ неожиданный радуга. Все мы знаем порядок цветов в радуге от красного к фиолетовому, но ведь за пределами вот этого спектра она не прекращается, мы просто не воспринимаем дальнейшее развитие спектра. За фиолетовым начинается красный, но просто он уже в другой частоте. И перед красным есть другой фиолетовый, который также нами не воспринимаем. Он находится в другой мерности. Вот это проявление мерности просто осязаемое. То же самое со звуком. Каждая октава в нашем темперированном ряду меняет частотность в два раза. Но дойдя до предела нашего восприятия частота переводит звук просто в неслышимый для нас диапазон. Мы перестаем его слушать, но это же не говорит о том, что звука там нет. Есть существа, которые пользуются вот этими звуками за пределами диапазона нашего восприятия. Просто мы находимся в этом диапазоне, а они в другой мерности. Итак, вернёмся. Полнота приводит к приобретению нового качества, а недостаток приведёт к потере какого-либо качества, но с тем же результатом, что полнота, что пустота или недостаток приведёт к переходу в иную мерность жизни. Пустота души приводит человека в состояние бесчувствия и безжалостности, отсутствие духа к безволию, отсутствие разума к неосознанности и безумию, падение жизнеспособности тела к бессилию и немощи. И вот только полное отсутствие качества каждой из частей человеческой сущности ведёт к полной смене мерности, то есть к смерти в нашем обыденном понимании, то есть переходе живой системы человека в целом в иное качество, в потерю целостности, то есть части человеческого существа рассыпаются и человек становится мёртвый, он входит в миру бездвижности, жизнь там прекращается, движение прекращается. Это тоже проявление меры и мерности, но уже в таком крайнем состоянии. Таким образом, мы с вами рассмотрели разные аспекты меры, мерности и того, как она взаимодействует с ладом, как выстраивается собственно организация процессов в нашем мире, что от чего зависит. То есть если мы хотим добиться какого-то определённого результата, нам надо понимать собственно, а какой процесс происходит и как нам строиться в него, что нам нужно, какие рычаги и педали нажать, чтобы процесс запустился. Мы с вами начали потихонечку разбирать вот эту сложную машину в всем мире. В следующих беседах продолжим. Ну а сейчас мне бы хотелось завершить мой рассказ и перейти к вопросам. Народное славянское радио для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части. Продолжение следует...